Всем привет, с вами Рома и сегодня я запускаю новую рубрику на Барвихе. Она будет называться Тачка на прокачку, и в ней я буду прокачивать тачки своим подписчикам по максимуму, с их пожеланием и также со своим вкусом. Будет, я думаю, очень бомбово, если вы хотите, чтобы этот проект продолжался и дальше, давайте попробуем набрать за 1 час 200 лайков. Но если тебе понравится, обязательно подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Играю и развиваюсь я на сервере Барвиха Южная, вводи мой ник Роман Виндетта и мой промокод хэштег Виндетта. За всё это тебе дадут кучу крутых призов. Я разместил записи у себя в группе ВКонтакте и во вкладке сообщества о том, что я ищу участника для своей новой рубрики. И спустя пару часов нашёл интересный вариантик. Мне предложил подписчик прокачать его Ниссан Скайлайн, и я принял его предложение. Мы встретились в игре, и он сказал, что полностью доверяет моему вкусу, и я могу делать всё на своё усмотрение. Эта тачка стоит примерно полтора ляма, но после прокачки она будет стоить в пять, а то и в шесть раз больше. Всё, сейчас Сергей даёт мне свою машину, и я отправляюсь её прокачивать. Будет очень интересно, так что не переключайтесь. Для начала я решил подумать над цветом этой тачки. Я хотел сделать что-то похожее на Скайлайн из Форсажа, но жаль, что на тачке пока что нету разнообразных раскрасок. И в итоге я пришёл к голубому цвету, и позже вы увидите почему. Главное сейчас правильно выбрать диски. Я остановился на дисках BBC LM за 220К. И они отлично сочетаются с цветом этой тачки, ведь внутри также диски голубого цвета. И смотрится это уже очень круто. Дальше я хотел изменить бамперы, выхлопы и так далее. Но, к сожалению, на эту машину ещё нельзя ставить детали, потому что их попросту нет. Но с каждым обновлением, я думаю, буду добавлять новые детали для разнообразных тачек. Далее я решил сделать цвет дисков точно такой же, как и цвет Скайлайна, чтобы тачка выглядела ещё эстетичнее и красивее. Ну и последний пункт во внешней составляющей нашего Скайлайна – это подвеска. Я долго игрался с показателями, пока не пришёл к выводу, что лучше всего завысить зад, а перед сделать максимально низко. Но до тех пор, пока колёса не вылазят из текстур. Ведь это смотрится просто ужасно. И получилось вполне прикольно. Вот так наша тачка будет выглядеть внешне. Она, конечно, не очень-то отличается от первоначального результата, но, в принципе, она всё равно стала выглядеть намного лучше. Теперь пришло время для чип-тюнинга. Я поставил на эту тачку абсолютно максимальный чип-тюнинг. И на него я потратил, внимание, 6 миллионов 800 тысяч рублей. Но кто вам ещё так круто прокачает тачку? Только я. Оставляйте свои заявки в комментариях, если у вас есть тачка на третьем сервере Барвихи. При условии того, что она хорошо тюнется, я её возьму в следующий выпуск. И, кстати, не забудьте оставить ссылку на свой ВК для связи. В конце концов, я подумал и решил изменить цвет тачки и дисков на фиолетовый. Потому что мне очень нравится этот цвет, особенно на Скайлайне. Он напоминает мне атмосферу Японии, всех этих ярких цветов. Эх, красота. Теперь эта тачка разгоняется до 350 градусов. 3 километров в час, отлично управляется, очень чётко и быстро тормозит. И в целом, я бы хотел себе иметь такую тачку. Давайте сейчас встретимся с нашим подписчиком и посмотрим вообще на его реакцию. Оооо. Хрена она стала быстрой. Только не говори, что ты сделал полный тюн. От души просто топ. Вот такая получилась первая пилотная серия тачки на прокачку. И я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то не забудьте подписаться и поставить лайк. Ведь если вы наберёте 200 лайков за 1 час, я сразу же иду снимать следующий выпуск этой рубрики. Всё зависит только от вас. Ну а с вами был Рома. Не забудьте посмотреть, как живёт топ-1 Фома на третьем сервере Барвихи. И куча других интересных видео на моём канале. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok